Бывший президент Польши устал оправдываться. Сегодня Олег Валенцев вновь объяснял, на этот раз в режиме онлайн-конференции, что, дескать, не работал на спецслужбы в 70-х годах. А доказательства, обнародованные Институтом национальной памяти, говорит, подброшены. Но вопрос, патриот или предатель, снова навис над страной. Как в 2000-х, когда дело агента Болика уже рассматривалось. Сегодня бывший польский лидер и лауреат Нобелевской премии мира снова рискует оказаться на скамье подсудимых. Подробнее об этом Бадим Хуланхов. У экс-президента Валенцы возникли небольшие проблемы с законом. Создатели демократической Польши обвиняют в сотрудничестве со спецслужбами Польши социалистической. И сегодня бывший лидер движения «Солидарность» провел своеобразную пресс-конференцию. Правда, не традиционную перед камерами, а вполне современную в интернете. Что вы ели на завтрак сегодня? Яичницу с беконом и немного хлеба. Я сам готовлю себе завтрак. Не хочу будить любимую жену. Проблемы у Валенцы начались несколько дней назад. Институт национальной памяти Польши опубликовал личное дело агента, работавшего под псевдонимом Болик. Документ, как утверждается, хранился в личном архиве бывшего главы МВД. Жена Кищика, вернее вдова его, потому что сам генерал скончался в 2015 году. В возрасте, кстати, за 90 ему было. Дома нашла, не нашла, а просто достала из шкафа документы, которые оставил муж и в свое время ей сказал. Вот эти документы ты сможешь продать, когда тебе будет трудно. Сможешь получить за них деньги. Леха Валенсу обвиняли в сотрудничестве со спецслужбами Польской Народной Республики даже тогда, когда он занимал пост президента. В начале 90-х годов в Варшаве, в Восточной Европе заговорили о люстрации и готовы были чистить ряды до блеска, вне зависимости от чинов и званий. Это был период конфронтации между властью, которая понимает, что окончательное решение ситуации и так будет силовым, но пытается изображать уступки, чтобы выиграть время для себя на том, чтобы собрать силы. С другой стороны, растут требования солидарности и нужен компромисс, причем обеим сторонам, властям, чтобы оттянуть время и собрать ресурсы для применения силы, а солидарности, чтобы она была в состоянии организовать свою деятельность. После того, как на него в очередной раз посыпались обвинения в сотрудничестве со спецслужбами Народной Республики, Лех Валенца несколько удивился. Я надеялся, что они учтиво направят документы мне, но они боятся, что я буду доказывать свою невиновность. Там есть имена, которых я никогда не видел раньше, и три документа уже были признаны сфальсифицированными. Я уверен, что они все поддельные. Как политическая фигура Валенца возник в середине 70-х годов. Простой электрик неожиданно встал во главе профсоюзного движения «Солидарность». Которое уже в 81-м добилось от польского ЦК выполнение всех своих требований. Снижение цен, увеличение зарплат, льгот и снижение тарифов. Для социалистического лагеря невиданная дерзость рабочих и невиданные уступки со стороны властей. На первый взгляд ответ мог бы показаться очевидным. Но если мы начнем рассуждать об этом серьезно, то ответ будет не таким простым, потому что нужны доказательства. И это будет правдой, что во главе всех трех крупнейших организаций, проводивших забастовки в августе 1980 года, стояли люди, являвшиеся секретными осведомителями, агентами служб безопасности ПНР. Сегодня Валенцу буквально закидали вопросами в интернете. Что, как, почему. Бывший лидер старался держаться уверенно. Вы готовы пройти тестирование на детекторе лжи и ответить на вопросы о возможном сотрудничестве? Готов. Я знаю, что никогда не предавал. Но в последние дни скандал вокруг уже подзабытого польского президента стал выходить на новый уровень. В стране вдруг всем стало интересно, а кто такой Лех Валенца? Агент КГБ или истинный патриот? А ведь он и сам не скрывал, что давал показания службе безопасности. Тогда, в 1992 году, он сказал, да, в 1970 году меня арестовывали несколько раз. И во время первого ареста в 1970 году я подписал три или четыре документа. Но я цитирую близко к тексту, может, не совсем точно. Я бы подписал, кажется, всё, кроме отречения от Бога и отчизны. Лишь бы только выйти на свободу и продолжать борьбу. Но я никого не предавал и никого не выдал. Интернет-пользователи сегодня требовали от бывшего президента конкретики. Они узнали про яичницу на завтрак, про детектор лжи, но так и не получили ответа на главный вопрос. Работал ли Лех Валенца на спецслужбы? В 1996 году по поручению президента Квасневского начали выяснять вопрос о долгосрочном хранении секретных документов во время вашего президентства. В этих документах могла содержаться информация об агентах, сотрудничавших со службой безопасности в 70-е годы. У вас есть комментарии по этому вопросу? На все возможные вопросы сегодня я уже ответил. Всем желающим. Аминь. А пока экс-президент и экс-диссидент давал онлайн-пресс-конференцию, прокуроры Института национальной памяти, того самого, куда были переданы документы, неожиданно начали обыскивать квартиру Войцеха Юрзельского, последнего руководителя социалистической Польши и злейшего врага Валенцы. Вадим Хланхов, Дарья Пинчук, Александр Бейкер, 5 канал. Продолжение следует...